ВВП Беларуси вырос более чем на 3% за 8 месяцев. Главные драйверы ускорения – сельское хозяйство, розничная торговля, строительство. Только в промышленности темпы роста в 2023-м по сравнению с прошлым увеличились почти на 8% за счет машиностроения нефтеперерабатывающей химической отрасли. С 1 октября у отдельных категорий медиков вырастет зарплата. На добавки за сложности напряженность работы поднимутся до 120% от оклада в зависимости от уровня учреждения. Плюс к зарплате ждет и врачей-реабилитологов, а также тех, кто занимается кураторством учебных групп. В Беларуси внесут изменения в закон о дорожном движении. Теперь в документе будут четкие формулировки, которые касаются сдачи квалификационного экзамена на машинах с автоматической и механической коробкой передач. Также будет дополнена статья, в каких случаях водительского удостоверения не считается действительным. К ним относится выдача новых прав либо смерть владельца. На следующей неделе, 28 сентября, выберут «Учителя года». Республиканский конкурс проходит уже в 12-й раз. До финального этапа дошли 56 лучших педагогов со всей страны. В суперфинале окажется только 8 по разным номинациям. В этом году изменили состязание и обновленный состав жюри. Главный приз – автомобиль Джили. На пожаре в Вобруйском районе пострадал мужчина. ЧП произошло в деревне Орсичи 19 сентября. Спасателей вызвала соседка. Оказалось, горел сарай. Хозяин пытался самостоятельно потушить пламя, но получил ожоги второй степени 3% тела. Местного жителя доставили в больницу. Всему виной неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Субтитры создавал DimaTorzok